МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Железная дорога Молдова получила в кредит 52,5 миллиона евро от Европейского инвестиционного банка. Соответствующее соглашение подписало руководство госпредприятия и глава представительства банка в нашей стране. Деньги, выданные на 15 лет, пойдут на закупку новых локомотивов и модернизацию инфраструктуры. Этот проект, в факт, является 500 миллионов. Это только первая этапа финансирования и резервирования ситуации в Калиферате. Калиферате. Директор госпредприятия Юрия Топалы заявил, что в ближайшее время будет проведен тендер на закупку примерно 15 новых локомотивов. Победитель тендера, представивший самое выгодное предложение, получит деньги непосредственно от Евроинвестбанка, чтобы исключить любые схемы незаконного финансирования. Банки будут использованы 50% от границ для прокурора локомотивов и 50% для репарации инфраструктуры. Мы имеем сумму денег, локомотивы должны увидеть продукции, как претензии нам дают, и тогда мы сможем сказать, что локомотивы. Мы не дарим, что больше, чем больше. Топал утверждает, что железная дорога Молдовы должна была получить средства еще два года назад. Но процесс затянулся из-за отсутствия подписанного договора с Европейским инвестиционным банком. Сейчас мы в последние сотни метров, чтобы дать тендер для прокурора локомотивов. Но пока не был осознан этот контракт с Европейским инвестиционным банком, мы не могли бы получать этот банк, которая уже есть в 2000-2014. Европейский инвестиционный банк предоставил деньги на 15 лет под 1,5% годовых. В Молдове откроется завод по производству солнечных панелей. Министерство экономики объявило конкурс по отбору предприятий для производства солнечных коллекторов. Выборная фирма получит 5,5 миллионов лев. Деньги пойдут на покупку производственной линии, обучение работников и подготовку производственного процесса. Проект финансируется правительством Польши и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию. Мы пришли с новой инициативой, чтобы идентифицировать и селегтировать компанию РПМ, которая будет заниматься с ассамблением этих термических коллекторов, и которые будут вставить на диспозицию всех людей, которые дурируют РПМ. Подобные солнечные коллекторы уже установили на крыше Республиканского протезно-ортопедического экспериментального реабилитационного центра. Стоимость 48 панелей превысила 1 миллион лев. Но директор учреждения Вячеслав Тиз утверждает, что они позволят сэкономить около 200 тысяч лев. И это только в течение одного года. Мы не используем газ, не используем карбон, не используем энергии регенерабилы, экологически короткие. Мы не используем атмосфера. Это сэкономия, это самый самый большой плюс. Это и у нас есть экономия в деньги, в деньги. Мы видим, из ваших информации, что есть очень удобные, которые регенерируют экономии, до 30-35% в индепенденте от их использования. И элемент этот паузибел и нужно быть multiplicат в РПМ. Документы на участие в проекте будут приниматься в течение трех недель. Европейский Союз выделил Республике Молдова 15 миллионов евро на модернизацию системы публичного управления. Соглашение о гранте подписали премьер-министр Павел Филипп и европейский комиссар по политике добрососедства и переговорам о расширении Йоханнес Хан. Съемнеаза пенту губерна Республика Молдова, эксцеленца сад, пенту Павел Филипп, преминистер Республики Молдова, пенту Униону Европеану, эксцеленца сад, пенту Йоханнес Хан, комиссар пенту политика европеану де величинатати и негуциерный экстиндеринг. Эта специальна помощь, которая обращается к 15 миллионов евро, хочет помочь в реформе общественной администрации в Молдове. И цель, как всегда, к примеру, для обеспечения гражданцов. Мы хотим помочь в модернизирование. Павел Филипп поблагодарил представителя Европейского союза за помощь и пообещал обеспечить прозрачность процесса использования полученных средств. Ам осъгурат, что дуру Филипп, в determinание гувернули, в использовании гувернули, в использовании плена транспаренца, в имеющий ду resize, которая окажает ЕАЭС, что это помогает ЕАЭС,cartессию. Реформа администрации публишею и очень важная надежда, и очень важная для нас, которая, в акций, будет karşематься вопросом для имплементной дополнительной реформе. В сторону также обсудили ход выполнения дорожной карты по программе приоритетных реформ. Павел Филипп отметил, что 90% положений данного документа выполнены. Еврокомиссар, в свою очередь, призвал молдавские власти сосредоточиться на внедрении принятых законов. В понедельник Юхан Эскан встретился также с председателем парламента Андрианом Канду. 41 миллион евро предоставит Молдове Европейский банк реконструкции и развития для продолжения строительства газопровода «Яс и Унгень». Его планируется протянуть до столицы. Согласно данным, опубликованным на сайте ЕБРР, работа оценивается в 93 миллиона евро. Предполагается, что аналогичный кредит в размере 41 миллиона евро предоставит Европейский инвестиционный банк. Остальные средства перечислит Европейский союз в виде гранта. Строительство газопровода «Яс и Унгень», соединивший газовые сети Румынии и Молдовы, начался 27 августа 2013 года, а ровно год спустя был сдан в эксплуатацию. Протяженность газопровода составит 120 километров. Ожидается, что на первом этапе он сможет транспортировать 500 миллионов кубометров газа. Следующий этап предполагает строительство компрессорной станции. Пропускная способность газопровода составит 1,5 миллиарда кубометров, что намного больше потребностей нашей страны в природном газе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok